В результате падения погибла оператор башенного крана, женщина 1963 года рождения. Она вылетела из кабины и, ударившись об асфальт, скончалась на месте. Кран обрушился на заселённую новостройку. Было эвакуировано около 30 человек. В воскресенье проведён обыск в офисе строительной фирмы, изъято необходимой для следствия документации. По версии, которая сейчас следствием рассматривается в качестве основной, работы проводились при сильном ветре, несмотря на то, что накануне в управлении МЧС была распространена информация о том, что все подобные работы следовало прекратить. В качестве подозреваемого будут проходить должностные лица строительной фирмы, которую мы пока в интересах следствия не называем, но вот те, которые были ответственны за технику безопасности. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, если вина подозреваемых лиц будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Башенный кран повис на собственных тросах, зацепившись за парапет крыши дома. Были повреждены несколько балконов, а также автомобиль, который был задет стрелой крана. На место происшествия выехали спасатели. Им предстояло демонтировать кран. Было привлечено 5 единиц тяжёлой техники. Работы осложнялись тем, что под двором дома находится подземная автостоянка. И прежде чем приступить к работам, необходимо было укрепить площадку. Альпинисты поисково-спасательной службы демонтировали кабину, мелкое навесное оборудование. Во время работ удалось избежать дополнительных разрушений.